Я летом был в Волгограде, тоже, и заинтересовался тоже историей города. И мне говорят, слушайте, тут целый лютеранский район был, далеко от Волгограда, Сарепта. Немцы-переселенцы такие, пиетисты, что ли, переезжали туда, на юг, обустраивали. Потрясающая экскурсия, буквально такой квадрат, я не знаю, были вы, нет, сохранился там. И храм, сейчас вернули церкви, и музей, и дом пастора, и, в общем, целую площадь они сохранили. Это было далеко от Волгограда, сейчас это 30 или 40 километров ехать надо, и это Волгоград. И я заинтересовался тоже историей, очень интересно, потому что, как жили люди, быт их, всего. Начал узнавать, что здесь, в Питере, мы же ехали сюда. И попали тоже, вот история говорит, что сюда переселились с Волги, Новосаратовка. Да, туда тоже переселилась огромная община немцев, хотели заниматься здесь тоже сельским хозяйством, бизнесом. Посмотрел, есть храм, тоже святой Екатерины, вот чего у меня как две Екатерины-то. Подъехали, он, я не знаю, знаете вы или нет, сегодня выставлен на продажу. Знаю. Это не нашей церкви. Да я, знаете как, меня шокировало само по себе вот слово храм на продажу. Позвонил риэлтору, я честно говорю вам, набрался смелости, набрал риэлтора, она говорит, сейчас уже почти сделка, но если что, я вам перезвоню. 68 миллионов, 4 здания там, храм, семинария, еще здание для жилья и обслуживающие там, по-моему, тоже большое здание стоит, где котельные, наверное, все службы там. Вот, и храм такой красавец, огромный такой, с колоннами. Я потом поинтересовался, мне рассказали историю, что что там только не было. Была и колокольня, потом во время войны наши снесли, потому что боялись, что немцы подойдут близко и там будет пункт корректировки огня. Напротив, через Неву стоит православный храм, там тоже, говорит, тоже снесли, по-моему, новодел сейчас стоит. И когда, как вы смотрите на это, как можно храм продать? А где вот это общество, которое должно защищать храм? Как в частных руках захотели, принадлежит церкви, и они ее попродают? Ну, знаете, говоря так отстраненно, Отстраненно. Говоря отстраненно, продажа храмовых помещений, вот, например, в Западной Европе, это самое обыкновенное дело. Согласен. Но мы-то не Западная Европа. Их продано уже в Западной Европе очень много, причем много продано под мечети. И такое есть, да. Вот, поэтому, в общем, как бы эко-невидарь. Но для нашей страны это действительно дико, потому что, видите ли, в странах Западной Европы никогда не было таких бешеных гонений на церковь, на вообще верующих людей, на народ божий, как в нашей стране, там другая история взаимоотношений общества и церкви. Понятно. Там и так далее. Там другие игрушки, так сказать. А в нашей стране, в которой на протяжении десятилетий были такие гонения, так преследовались верующие люди, преследовались церкви все. И, наконец, открылась возможность для евангелизации, для восстановления церковной и религиозной жизни. И эта возможность так бездарно, в общем, нами упускается. Потому что, ну да, мы видим... Что мы видим? Вот я уже стал таким живым историческим памятником, да? Я все же это видел. Я застал эпоху гонений. Я это видел своими собственными глазами. Как ты заходишь в церковь. Я помню церковь 60-х годов. Вот я помню. Ты заходишь в церковь, а там никого нет. Вообще. Вот служба идет, а там две старушки, там хромая девочка и дряхлый дед с бородой. Все. Я это видел. Это начало 60-х годов. Потом видел все остальное. Потом наступил период перестройка. Санкт-Петербург, 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 Санкт-Петербург. И у нас на глазах бросились все это восстанавливать. Был огромный энтузиазм среди людей. Этот энтузиазм продолжался в течение, скажем, 90-х годов. После чего он стал спадать. Ну, закономерно. Что закономерно. Ну, да. Тут чего ж удивляться. Но спад этот продолжается. В общем, продолжается. В каких-то церквях и местностях страны он больше. В каких-то он меньше. Где-то его совсем нет. Но тенденция все равно, конечно, есть такая. Меня знаете, что потрясло? Столько общин не имеют места, где собираться. А тут храм на продажу. Я недавно вспоминаю. Может быть, вы тоже читали в газетах. Был большой скандал. Какой-то бизнесмен то ли в Башкирии, то ли в Татарстане выставил тоже. Купил, видать, где-то. И на продажу выставил. Там и следственный комитет подключили. Российский. И все подключили. А здесь, вот я почему меня потрясло. Я спросил, что за здание Ори Элтора. Она говорит, это, я говорю, вроде на картах бьется, как храм святой Екатерины. Она говорит, нет, не обращайте внимания. Это административное здание с мансандрами. Вот как они. Я говорю, что снести можно, проблем не будет. Вообще, говорит, никаких все чисто. И я думаю, вот было же общество защиты памятников. Ну, храм старый. В Википедии не поленелся. Залез туда, посмотрел. Первый в 1700 каком-то году. Деревянный был. Сгорел там и разрушился. Каменный построили. И что, государство не защищает, что вот так можно взять, вывезти и продать? И деньги в карман положить? Я за государство говорить не могу. Но вы знаете же, вот вы же работаете с этими органами. Вы же понимаете, как они устроены. Если эти здания являются памятниками архитектуры, то государство не разрешит их ни ломать, ни реконструировать, ни тем более сносить. Но там написано, вот, ну ладно, Википедия это такая как бы штука, можно верить, можно нет. Там написано, что Екатерина сама подписывала разрешение. Ну вот, по российскому законодательству, а в Петербурге это актуальная тема, у нас много старинных зданий, дворцов и храмов и чего угодно. Для нас это актуально, поэтому мы, в общем, довольно хорошо знаем эти правила. Если продается здание, которое является официально признанным памятником архитектуры, то оно продается с обременением, так сказать. То есть, обременением являются условия это здание восстановить, не нарушать архитектурного облика и все ремонтно-строительные работы производить по согласованию с ГИОПом, с Государственной инспекцией охраны памятника. Это касается то храма, что светского помещения. Да, это юридическая сторона вопроса. А моральная? У меня в голове не укладывается. Моральная сторона. И так, ну, всего шесть было на город. А я вам на это скажу, что это вопрос рынка, это вопрос денег. Знаете, президент США Франклин Рузвельт однажды сказал замечательную фразу, я ее очень люблю и везде вывешиваю. Он сказал, никогда не спрашивайте, о чем идет речь. Речь всегда идет о деньгах. Интересно. На самом деле речь не всегда идет о деньгах, но она чаще всего идет о деньгах. Да, я знаю. Я знаю о том, что церковь отказалась от этих помещений, от этих зданий и выставила их как свою собственность на продажу. А это не наша церковь Ингрии, это другая лютеранская церковь. Они так считают, ну, таковы их, видимо, я комментировать не могу, но, видимо, таковы их финансовые возможности. Кто хочет, может купить. Вот вы говорите, что в Петербурге много общин христианских, у которых нет помещения. Ну, это правда, я знаю, конечно. Конечно. Но они могут купить. Ну, они могут купить, пожалуйста, пусть купят. Пусть позвонят риэлтору, вот вы же не поленились. И они пусть позвонят и купят, им продадут. И они сделают там церковь. Ну, вот хорошо бы, наверное, хочется верить, что община, но не знаю, кто в Петербурге, 68 миллионов. Цена смешная, гектар земли на берегу Невык, красотища. Я как раз хотел сказать, что я вот не знал цену, да, я не переценивался. Это вообще мизер мне показался. Когда вы сказали 68 миллионов, я вздрогнул, потому что... Четыре здания. Это не деньги. Ну, это вообще-то говоря не деньги. 68 миллионов. Ну, квартира стоит, хорошая квартира в Петербурге стоит миллионов 30. Ну, вот сейчас. Не пугайте меня, за две квартиры, четыре здания, храмы все... Ну, вот хорошая квартира, ну, приличная, большая квартира в центре города стоит, ну, примерно миллионов 30. Понял. Вот, ну, 25-30, ну, что-то такое. Я не покупал, но знаю, это известные вещи. А если за такой комплекс зданий 68, ну, был бы я бизнесменом, я бы купил. Ну, видимо, там какие-то подводные камни, которые я не могу комментировать, не знаю. Но сама идея продать храм и храмовые здания, ну, это вообще печальная история, когда церковь вынуждена, ну, оказывается, вынуждена распродавать там и так далее, имущество. Я совершенно в данном вопросе не злорадствую и... Да нет, к нему что не злорадствую. Я очень сожалею о том, что так получается. Наверное, и они очень сожалеют, но, видимо, такова. Но в других местах они, наоборот, требуют, чтобы храмы вернули? Есть же много сейчас таких... Да вот вы же говорили, что вы с детства посещали храм на поклонной заре. Конечно, да. Православный храм, который, говорят, еще освещал самый Анкрасштадтский этот храм. Передали в 62-м и 63-м году баптистам, да? Да. Историю знаете. Да, да. Церковь, церковь, все-таки отошло верующим. И опять же служит Богу и прославляет Богу. Не продают бизнесменам, не продают, ну, не отдают никому-то. То есть, собственность из церкви не уходит. Она так и служит тому, на что люди жертвовали деньги. Клали свои жизни. Даже на восстановление. Я читал историю, очень много немцев собирали вот в перестроечное время на восстановление вот этого храма в Ново... В Ново-Саратове. Да, да, очень много. Наверное, конечно. Конечно. Отреставрировали люди свою душу, частичку себя верили, молились, что там были. И вдруг раз. Ну, я за них гадать не могу. Я эту ситуацию все-таки знаю очень со стороны. Ну, как и я тоже. Да, мы с вами не являемся участниками этой ситуации. Но я мог бы стать. Видите, мне сказали, что позвонят, если не продадут сейчас. Ну, собирайте 68 миллионов и покупайте. Ну, что же. Конечно, это печально, если это отойдет не церкви. Это не будет домом молитвы. Как сказано в Библии, храм мой, храм молитвы наречется. Да, храм должен быть домом молитвы. Но что же делать? Вопрос денег. А что-то подобное в Питере вообще было хоть раз? Или это первый, это прецедент? Как воспринимать? Первая ласточка, что может пойти вообще все с молотка. То есть, Рузвельт был прав. Ну, в условиях рыночной экономики и отделения церкви от государства... Все можно ожидать. ...всего этого можно ожидать. Это вопрос народа... Это выбор народа Божьего. Вот народ Божий будет защищать свои храмы, заботиться о них, оплачивать их, содержать их, или не будет. Может, это все-таки вопрос пастырства? Вот, будучи у вас уже который раз, я вижу, сколько выставок, сколько всего вы делаете, рассказываете, везде экскурсии делаете. То есть, все-таки, мне кажется, это больше вопрос человека с видением, человека, который видит, как это может послужить сегодня. Конечно. Ну, видите ли, я все-таки в гражданском отношении и я такой жесткий рыночник. Ну, я не экономист, но вот экономисты бывают жесткий рыночник. Вот и я жесткий рыночник. Я все-таки считаю, что все, ну, слова словами, но церковь в том числе существует такие понятия, как церковная экономика, как за все это чем-то, кем-то как-то должно оплачиваться. Ну, по-библейски, за все платит серебро. Да. Отопление. И если вы христиане, вы хотите, чтобы у вас была община, у общины был храм, значит, это ваше дело. Значит, вы за это и отвечаете. А я понял, там общины нет никакой вообще, ни пастыря, никого. Вот мы пришли, вот мы с вами приближаемся к какому-то ответу на этот вопрос. Потому что, ну, если ты хочешь, вы христиане, вы хотите, чтобы был храм, ну, значит, вы собираете пожертвования, вы ищите меценатов, ищите спонсоров, ну, вы ищите, искать будете вы. Понятно. Больше никто, никакой дядь не придет и не будет этого делать. И уповать на то, что это будет делать государство, вряд ли стоит, потому что государство будет, в том случае, есть в рамках своей компетенции, то есть, ну, в рамках инспекции по охране памятников. Если это памятник архитектуры, государство будет исполнять свои обязанности. Но помогать тебе содержать храм, оно не будет. Ну, мы не православную церковь, скажем так. Ну, понятно. Про них мы не знаем. Не знаю. Я про себя знаю, что государство отремонтировало нам снаружи храм, слава богу, все остальное, то, что внутри, это моя ответственность. Ну, как моя. Моя, наша, нашей общины. Но вы, будучи членом церкви Ингрии, не знаете, делались попытки хоть как-то договориться с братской церковью, которая продает сейчас. Не знаете ничего? Послужить же может. Там все, что угодно можно сделать. Я знаю, что... Какие-то специальные какие-то приюты отдать, под училищами. Я знаю, отвечаю на ваш вопрос. Я знаю, что наша церковь Ингрии предпринимала попытки вступить в переговоры о покупке этого комплекса зданий. Знаю также, что эти попытки вступить в переговоры не увенчались успехом. Это я ответил на заданный вами вопрос. Я понял. Спасибо. Но мы со своей стороны будем следить, конечно. Просто ситуация настолько неординарная. Я впервые пытался понять новую историю России с перестройки, но мне на память ни одного храма протестантского не приходит, чтобы кто-то продал. Ну, все-таки я бы хотел со своей стороны призвать вас, как брат брата, не делать поспешных выводов. Нет, конечно. Потому что мы не знаем всех обстоятельств этого дела. Согласен. Мы не знаем причин, почему церковь решила это продавать. Мы не знаем этой ситуации. Может быть, в их положении мы бы с вами провели себя так же, еще неизвестно. Ну, Но я думаю, тоже обратиться к той церкви, тоже узнать их позицию. Почему? Почему нет? Потому что ситуация такая неординарная. Неординарная. Ну, вот то, что мы видим в Западной Европе, вполне может прийти к нам. Ну, а почему нет? Уж больно быстро приходит. Больно быстро. Ну, времена сейчас, знаете, быстро меняются. Я однажды приехал в Брюссель. Я не рассказывал? Нет. Однажды я приехал в Брюссель. Это было лет 10 назад. На поезде. Вот. Из Парижа я ехал в Брюссель на этом вот скоростном там поезде. Была весна. И я приехал, на вокзале меня встретил мой друг. Мы с ним обнялись, поцеловались. После чего он говорит, слушай, у тебя на пиджаке крестик на лацкане. А у меня на пиджаке вот на таком, ну, просто на лацкане маленький такой крестик. Он говорит, слушай, мы сейчас на метро поедем. ну, ко мне домой. Ты крестик-то сними. Я говорю, ну, а что? Он говорит, ну, могут быть инциденты. Ну, не убьют, конечно, но, ты знаешь, могут крикнуть что-нибудь оскорбительное, могут толкнуть, могут в лицо плюнуть. Ну, будем дураками мы с тобой. Ты лучше сними, чтобы не связываться. Вот. Я тогда на это приосанился так и говорю, как вы своих мусульман-то распустили. Он говорит, нет, нет, я совершенно не обязательно мусульман имею в виду. Скорее всего, это будут не мусульмане. Скорее всего, будет эксцесс со стороны совершенно европейских людей. Потому что в стране идет, закрываются храмы, закрываются приходы, продаются в том числе и под мечети, ну, и не обязательно под мечети, под что угодно. Ведется бешеная средствами массовой информации, ведется бешеная антицерковная пропаганда священнослужителей, христианских священнослужителей выставляют в глазах общества, выставляют врагами прогресса, врагами демократии, врагами свободы личности, ну, всего, что дорого сердца всякого либерала. И это так уже въелось в сознание жителей здешних наших, что, в общем, священнослужители стараются на улице никак не демонстрировать, что они христианские священнослужители. Потому что, убить, говорит, не убьет, но вот поедем, ну, тебе в лицо плюнуть, тебе приятно будет, не бойся, не имею больше. Так хочется сказать, упаси нас, Господи, нашу страну от такого подражания его отбил. вам, пожалуйста, это был Брюссель, столица Евросоюза, при том, что, я вас уверяю, я не противник Запада и не противник, ну, вообще, я люблю Европу и люблю Запад, вот, но это, конечно, вот я рассказываю тут разговор свой, реальный, с реальным моим другом в реальном месте. это было, пожалуйста, это, он не брал и не сгущал краски, он рассказывал, уже, он такой человек близкий к церкви, ну, не к православной, но он рассказывал, как, однажды архиепископ Брюссельский, католический архиепископ Брюссельский служил, службу, месса он служил, проповедовал, и вдруг в зал вошли несколько феминисток с обнаженными грудями, прошу прощения, они с обнаженными грудями, они прошли через церковный зал, подошли к кафедре, с которой выступал архиепископ и стали его обстреливать из водяных пистолетов. Привлекали внимание. Когда попытались им сказать, что зачем же вы это делаете, ну, немедленно прекратите, они стали кричать, что ха-ха-ха, это святая вода. Ну, можно себе представить подобного, им ничего не сделали, ну, потому что можно вызвать полицию, полиция приедет через полчаса и скажет, что, в общем, в обстреливании водяными пистолетами, пожалуй, никакого преступления нет, и они бессильны что-либо сделать. Ну, ну, они же не камнями кидаются. Но таким феминистским что-то в голову вмечать прийти не приходит. Можно ли представить себе такую ситуацию в нашей стране? Нет, нельзя. А можно ли представить ее себе в нашей стране в перспективе? Не знаю. Честный ответ. Сейчас нельзя. В перспективе мы не знаем, как будут дальше развиваться события. Не знаю. Ну, знаете, в Бельгии 20 лет назад тоже нельзя было себе этого представить. Ну, скорее всего, я не бельгиец, но думаю, что тоже нельзя. Поэтому я много времени провел в Италии. Я много времени провел в Италии. Уж Италию я знаю хорошо, Бельгию я знаю плохо, А Италию я знаю хорошо. Захожу в магазин, который торгует сувенирами, и вижу там пепельницу, замечательная пепельница, на которой изображены распятия Господня, Иисус Христос на распятие. Я подзываю хозяина, хозяин, молодой парень, я говорю, извини, пожалуйста, он говорит, сеньор, такая пепельница хорошая, возьмите. Я говорю, слушайте, скажи мне, пожалуйста, как предполагается, что вот берешь эту пепельницу и сигарету тушишь об распятии Господа Иисуса Христа, ты это имеешь в виду, предполагается, как поступать с этой пепельницей? Он говорит, да, сеньор, вы все правильно понимаете, си, си, копито, сюда. Я говорю, что, облик Господа Иисуса? Копито, копито, си, сеньор, купите 2 евро. Он до конца даже не понял вопроса, что я у него спрашиваю. Он был итальянец, это нормальный итальянский молодой человек, 21 века. Но в Бельгии я знаю тоже члены королевской семьи верующие евангелики. Они одни из родителей ежегодных молитвенных завтраков. Ну, слава Богу, слава Богу. Ну, что тут скажешь на это? Ничего не скажешь, действительно. На это ничего не скажешь. Можно ли было 20 лет назад 30 про Италию сказать, что там будут продаваться пепельницы с ликом Господа? Нельзя, а сейчас можно. Вот и все. Что было нельзя, то стало можно. Друзья, все, кто смотрит нашу программу, делайте выводы. Что нас ждет? Что мы с вами изберем? Какова будет судьба нашей страны? Все в наших руках сегодня. Через 20 лет будет поздно. Я бы сказал, повторить хотел бы, что это, все это, начиная от церковных зданий, заканчивая благочестием, вопросами, отношения к религии, это все наше дело, и только наше, и зависит от нас, от нас, от вас, от всех, от народа Божьего, от верующих людей, потому что никакой дядя ниоткуда не придет, не защитит, не поможет материально и так далее, ничего этого не будет. Это либо мы будем иметь церковь, молитву, причасть свою историю, свою культуру христианскую, либо мы это будем иметь, либо не будем, и это зависит только от нас. Спасибо вам большое за интервью, за рассказ, за историю и за то, что вы так хорошо понимаете те процессы, которые происходят. Спасибо вам. Спасибо вам. Слава Господу. Благослови Господу. Ваши зрители. Да.